Юные экологи ловят золотую рыбку. Так в Сочи называют гамбузию. Для города она действительно на вес золота. Эта маленькая рыбка спасла курорт от малярии и до сих пор помогает бороться с комаром, питаясь его личинками. Благодаря гамбузии с 1956 года в Сочи не зафиксировано ни одного случая жёлтой лихорадки. В Адлере даже установили памятник этой рыбке. А в центре Сочи – бюст врача-бактериолога Сергея Соколова. Именно он сохранил и увеличил численность завезённой из Америки – гамбузии. Сегодня полезную рыбку разводят в эколого-биологическом центре. Мы сделали вот эти вот контейнеры, в которых развели рыбку. И каждый год, вот примерно с конца мая, с июня, когда она более-менее уже отойдёт ото сна и размножится, мы начинаем её раздавать жителям. Вместе с этим мы рассказываем о том, как правильно её нужно выпустить. Гамбузия довольно неприхотлива. Выживает и в большом водоёме, и в маленьком искусственном пруду. Обязательное условие – стоячая вода. Желательно иметь какие-то укрытия в виде растений, водорослей, для того, чтобы мог спрятаться малёк. То есть рыбка живородящая, но часто поедает своего малька. Можно даже её не подкармливать, она будет питаться личинками и насекомыми, которые будут попадать в воду. За полезной рыбкой в эколого-биологический центр уже пришли более 20 сочинцев. Раздавать бесплатно гамбузию будут до конца лета. Наталья и Андрей Касимовы заселят её в пруд в частном доме. У нас рядом много леса, поэтому комариков тоже достаточное количество, поэтому решили развести гамбузию. Чтобы не было личинки комара, и чтобы гамбузия уничтожала его. Очень рада, что нам предложили даже бесплатно взять гамбузию. Гамбузия поселится и в доме Владимира Зеленского. Комаров на участке много, говорит сочинец. А гамбузия всего за пять минут может съесть до трёхсот личинок насекомых. У меня ёмкость на 20 кубов. Там комарья столько поразвалось, что это ужас. Лягушки клакают это хорошо, но они не успевают их съедать. Несмотря на прожорливость маленькой рыбки, гамбузия не панацея в борьбе с насекомыми. Комар размножается на любой водной поверхности. А значит, дачникам нужно навести порядок на своих участках – самке комара, чтобы сделать кладку, достаточно воды, которая скопилась после дождя в пробке от пластиковой бутылки.